Друзья мои дорогие, добрый день! С вами Катя. Я вас как всегда приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мои первые, вторые, третьи каналы, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Ну и как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Ну, в первую очередь, сегодняшний мой сюжет, он будет посвящен моему второму каналу, который не так давно набрал 100 тысяч подписчиков. В данный момент у меня 112. И вот сегодня мне пришел приз. Мне пришла вторая кнопка от YouTube. Мой первый канал, где 260 тысяч подписчиков, получил вот такой вот приз три года тому назад. И вот случилось, наконец-то, что мой второй канал, он получил аналогичный приз, чему я очень и очень рада. Значит, смотрите, практика такая. Значит, когда ваш канал, он достигает, если кто-то из вас ведет YouTube-канал, достигает вот эту цифру, заветная цифра 100 тысяч, надо отправить заявку, значит, администрация данной платформы, они должны проверить на факт того, что все ваши подписчики настоящие. Более того, в письме мне пришло такое своеобразное заявление было сделано, в котором указывалось, что вот мои подписчики на трех каналах кто-то дублируется, то есть кто-то подписан на все три, но это подавляющее меньшинство, а в основном это совершенно разные люди, поэтому, в общем-то, мы можем теперь округлить и сказать, что количество подписчиков у меня примерно 400 тысяч на трех, что меня, конечно же, очень и очень радует. Итак, друзья, замечательный день, 1 марта, и, в общем-то, да, для меня сегодня такой своеобразный праздник. Теперь дальше, друзья мои дорогие, следующий момент, вот то, что я, конечно, хотела бы озвучить. По поводу оппозиции. Значит, мы вчера с моими подписчиками обсуждали тему оппозиции на моем канале в Телеграме. Действительно, мне очень часто приходят вот такие вот письма, причем они пишутся в достаточно такой безапелляционной форме. Вот вроде бы как ты в Италии проживаешь, ты говоришь не так, как вот говорит местный режим, или многие это интерпретируют, что якобы здесь такая вот безупречная демократия, но при всем при этом ты вот настолько жестко осуждаешь аналогичные структуры, скажем так, группы оппозиционные, которые связаны с Россией. Вот те самые люди, которые проживают в Италии, что там по этому поводу я снимала и определенные ролики, и там подшучивала и так далее, что как бы вот в моем поведении нет никакой последовательности шагов. Это абсолютно не так. Как раз в моем поведении полная последовательность шагов присутствует. Я сейчас объясню, по какой причине. Значит, смотрите, друзья, чтобы разобрать все вот эти полеты, так называемые, я могу еще раз повторить то, что я говорила давно, что Италия – это несуверенная страна, что Италия с 1943 года находится под оккупацией и официально с 1947. И, в общем-то, люди, итальянцы, им вот где уже это все, этот самый так называемый патронаж, который связан с этими самыми властелинами колец, с хозяевами мира, со старшим братом и так далее, и так далее. Потому что правительство, прежде чем принять какое-то решение, в первую очередь это правительство должно покланяться старшему заокеанскому брату. И от этого люди очень сильно устали. Что касается итальянской оппозиции. Я очень многих людей знаю. Мы познакомились четыре года тому назад примерно, когда к нам прилетело вот это вот «ха-ха-ха», и потом пошло вот это вот ложечки за маму, за папу и за дедушку. И мы должны были срочно ими всеми объесться. И как показывает результат, что, в общем-то, те, которые с этим боролись и говорили, что, слушайте, ну если хотите объедаться, пожалуйста, объедайтесь, если не хотите объедаться, то это личное дело каждого. И в Конституции итальянской это прописано. И оказалось, что мы были абсолютно правы, потому что количество проблем, которые появились у нас со временем, это я, в общем-то, не буду дублировать. Я по этому поводу записывала очень много роликов. И по поводу, что касается итальянской оппозиции. Почему у меня вот такое негативное отношение к российской и вот такое вот позитивное к итальянской? Почему? Потому что итальянцы, итальянская оппозиция, она борется за суверенитет страны. Она борется за то, чтобы не быть под патронажем вот этого самого старшего брата. Посмотрите, что сейчас творится в сфере сельского хозяйства. Я точно так же ни один ролик по этому поводу записывала. Это ужас. Поэтому, да, то, что делают оппозиционеры, они требуют того, чтобы Италия вернулась в свое нормальное русло, чтобы сельское хозяйство оставалось сельским хозяйством, потому что здесь было распродано все. Оливете, например, потом Фиат, в общем-то машиностроение, промышленности уже нет никакой практически. Давайте сейчас саданем по сельскому хозяйству. Брюссель ходит ходуном, Польша ходит ходуном, ну, в общем, все хотят быть суверенными, все хотят именно лоббировать свои собственные национальные интересы, а не то, что там прилетает с другой стороны. Поэтому, само собой, естественно, я поддерживаю тех людей, которые за суверенитет, а не за вот эту самую так называемую диктатуру, диктатуру старшего брата. Что касается российской оппозиции, они делают все как раз наоборот. Вот. Они поддерживают вот то, от чего пытаются сейчас избавиться Европа. И многие люди, в первую очередь молодежь, в общем-то такая неокрепшая молодежь еще, они считают, что здесь у нас рай в Европе, вот, и, в общем-то, у нас здесь манна небесная, проблем нет никаких, а проблемы там придумывает какая-то пропаганда, а здесь все идеально, вот, и, в общем-то, они не знают, на самом деле, что происходит. Нет, в Европе воистину то, что происходит, они поддерживают вот тех, которые, в общем-то, вот идут кланяться старшему брату. Поэтому, извините, я знаю жизнь и с одной стороны, и с другой стороны, поэтому я абсолютно ничего здесь не придумываю. Следующий момент. Если даже сравнивать представителей оппозиции, я хочу вам сказать одну вещь, что, опять же, это исключительно моя точка зрения. Вот профессор Милуци, итальянский ученый, психиатр, криминолог. 25 ноября в прошлом году у нас, друзья, 25 ноября у нас были, была конференция в Риме. После вот этой конференции, что произошло через два или три дня, буквально нет, кстати, во время этой конференции там были переведены просто вопиющие цифры по поводу того, что было после вот этих вот самых ложечек. Естественно, там какие-то инфильтраты, подсадные казачки там были, у нас присутствовали, и, в общем, через три-два-три дня ему устроили кровоизлияние в мозг, и, в общем-то, сейчас он находится в Турине, находится в своей семье, и, в общем-то, положение у него до сих пор остается достаточно критическим. Это не случайно произошло. Вот видите, когда говорят там про этого, про Навального, значит, там это вот все ему Владимир Владимирович устроил. А когда цена вопроса, так называемая демократическая Европа, то, что здесь происходит, нет, нет, это Милуции никто не тронул, это случайность. Поэтому такие вот двойные стандарты. Нет, друзья, что касается профессора Милуции, это никакая не случайность. И это один и тот же почерк, тот же самый почерк, который оприходовал и Навального перед выборами Владимира Владимировича. Это одна и та же каллиграфия. Так вот, я хочу сказать, что вот если сравнивать его, как оппозиционера итальянского, вот человека, которого я знаю, и сравнивать, например, Бильжо, почему я сравниваю с Бильжой? Потому что Бильжо, он якобы говорит, что он тоже психиатр. Ну вот давайте сравним двух оппозиционеров, двух психиатров. Я не могу себе представить даже близко, чтобы такой человек, как Милуции, чтобы он рисовал гондоны, как делает Бильжо, и называет людей вот таким образом, либо мудаки, либо гондоны. А он это делает. Я близко не представляю, чтобы такое творил Милуции. Друзья, это очень большая разница, итальянская оппозиция и российская. Потому что, на мой взгляд, смотрите, а я читаю всех, мне никто не может этого запретить. Я читаю всех. Да, кстати, я хочу сказать, что в свое время я прочитала и «Майн камф», потому что я хотела собственными глазами, собственным умом понять, как Гитлер дошел до того, до чего он дошел. Поэтому мне не надо интерпретировать, мне не надо это пояснять, я хочу понять сама. Так вот, когда я сравниваю вот этих вот персонажей, наших, так сказать, бывших соотечественников, которые проживают в Италии, и я сравниваю с итальянской оппозицией, это небо и земля. Потому что в основном, не то, что в основном, на мой взгляд, даже без исключений, наши бывшие соотечественники, которые находятся здесь и которые представляют эту самую оппозицию, они на 100% состоят из дегенератов. Или вот, например, Панин, ну, он не живет в Италии, но он приезжал в Италию, и он спал возле церкви святых апостолов в Риме в пьяном виде, в непотребном виде вместе с бомжами. Поэтому как можно? Вот здесь такого нету. Среди итальянских оппозиционеров нет таких. Или какая-то тетенька там из Венеции, которая всем рассказывает, что ее постоянно кто-то насилует. Вот как-то так складывается, что итальянских оппозиционеров их никто не насилует, а ее насилуют. Она об этом пишет целые опыса. Поэтому это очень большая разница. Это небо и земля. То, что предлагает, например, Франческо Тоскану, известный итальянский независимый журналист, да, у него чувство юмора, у него нет ненависти, как у Шандеровича. Потому что почитаешь этого, Шандеровича, одна сплошная ненависть. Франческо Тоскану, у него отличное чувство юмора. Вот, поэтому, когда он зачитывает итальянскую прессу, он это все воспринимает с юмором. А юмор – это очень хорошее, хорошее, позитивное качество. А ненависти нет. Поэтому я считаю, что просто вот так называемая российская оппозиция, она просто интеллектуально не доросла до того уровня, которому должна была бы соответствовать. Поэтому я не могу, мне воспитание не позволяет, мне мое образование не позволяет, извините, их читать или тем более прислушиваться к тому, что они говорят, что они такое публикуют на своих страничках в соцсетях, что сравнивая с итальянцами, где удаешься, где генераты. Вот и все. Поэтому я надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы. Спасибо большое, вы меня поздравили уже в формате моего телеграм-канала. Спасибо большое, я вас очень люблю. И мы с вами увидимся в следующий раз.